В современном мире мы все многозадачны. Читая эти строки, вы параллельно грызете что-нибудь вкусненькое, слушаете музыку или, может быть, летите в самолёте. Острый вопрос нашего времени. Помогает ли нам вся эта многозадачность или вредит? Ответ даёт перевёрнутая парабола. Если вам не хватает энергии, многозадачность поможет, потому что дополнительная активность растормошит вас. Допустим, пока вы пишете код для компьютерной программы, ваши мысли начинают блуждать. Заскучав, вы открываете новое окно, посмотреть запись срок концерта и вернуться в тонус. Дополнительные раздражители возвращают человека обратно в зону концентрации. На другом конце кривой ситуация, когда вы перевозбуждены, и многозадачность только усугубит дело. Предположим, вы работаете над срочным проектом. Коллеги постоянно названивают вам, шлют сообщения, подходят к столу, отвлекают. Мозг лихорадочно работает, и вдруг у вас возникает желание посмотреть видео срок концерта. Но в этом случае дополнительные раздражители негативно скажутся на вашей производительности и на общем результате. Также может случиться, что вы программируете, а чтобы не скучать, запускаете видео с концерта и так увлекаетесь, что больше не можете вернуться к работе. Уровень возбужденности превышен, и код вам кажется еще скучнее, чем прежде. Вы заставляете себя работать, но вскоре увлекаетесь перепиской в интернете или проверяете почту. Многозадачность стимулирует вас, но теперь вы слишком заведены, чтобы заниматься делом. Вы зависаете на сайтах со смешными картинками, ходите по ссылкам, которые вам шлют друзья, пока не посмотрите на часы. Тогда вы снова пытаетесь заставить себя поработать с кодом, ставшим уже до безобразия скучным. Вы держитесь, пока хватает сил, затем все бросаете, начинаете проверять новостную ленту и писать комментарии в любимые блоги. То, что вы могли сделать за час, отбирают у вас полдня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok